СТИМ ВОЛД КВЕСТ Пойдём её лупить. За все те проблемы, которые она нам доставила. Это уже ни в какие ворота. Я привыкла к пересечённой местности. Если тебе когда-нибудь понадобится личный шофёр, дай мне знать. Сотворить карты. Наносит урон огнём одному врагу. И это стоит 0 маны. Достаточно интересно. Инферно наносит урон. Это 4 маны. Ладно, просто так сделаем. Всё мы делаем. Так, колоды. Какие у меня сейчас карты. Выпад храбреца. Сколько он наносит урона? Я могу посмотреть. 357. Это 95. А вот эта карта? 105. Ну, в принципе, мне эта карта устраивает. Более чем. Так что замена мне не нужна. Я и так отлично справляюсь. Ладно, можем бежать. Не сюда. Нам надо вот сюда. Где эта глупая директриса? Надерём ей зад. Какой приятный сюрприз, Неофит Коперника. Это твой первый визит с тех пор, как ты бросила колледж. Профессор Геопатия. Вообще-то я теперь директриса. Как же хорошо звучит. Эм. Эй. Мы только что прорвались сквозь какие-то странные ворота. Это целый отряд врагов и кучу покорёженного металла, чтобы попасть сюда. А всё потому, что Коперника узнала, что ваши алхимики вступили в сговор с армией бездны. Приятно знать, что моя любимая ученица не растеряла свой острый ум. Большинство из нас, конечно, предпочитает не иметь дела с этими узколобами, но мы определённо движемся в одном направлении. Ввиду грядущих событий... Я не понимаю, на уроках вы всегда подчёркивали, что алхимия должна служить миру. На благо... Ботам. Среди всех бестолковых лентяев на моих лекциях, ты одна всегда была внимательна и увлечена предметом. Но, помогая армии бездны, разве вы приносите пользу миру? Использование науки в личных целях с применением насилия? Ты же знаешь, я всегда была против твоего исключения. Ты отличалась от остальных, мы обе отличались. Прятали своё истинное я под слоями пыльных правил. Я повела эту школу другим путём. Они всегда говорили, что школа открыта для всех, что здесь всем рады, ха. Учебную программу похоронили под ворохом правил и норм, чтобы оставить шанс только сливкам общества. Я хоть и повесила замок на ворот, зато вернула в школу истинный дух свободы исследования. Давай уже драться. Так, а что нам скажет ведьма? Ха-ха, ведьма скажет, что мир ждут серьёзные перемены. Слышали когда-нибудь о шестерномиконе? Ваш лисоголовый друг наверняка знает, о чём речь. Большая сила хочет изменить этот мир так же, как я изменил эту школу. Этот мужик обладает властью над самой жизнью. Он может не только влиять на то, что уже живёт, но и одушевлять безжизненные предметы. И это не какая-то сказочка на ночь, это заветная мечта всего алхимического сообщества. Местонахождение шестерномикона стало известно. Меня попросили об услуге пробудить его от спячки. Представьте, что можно сделать с его неограниченной властью. Отправлять в космос волну за волной необузданной энергии. От одной мысли об этом я отрепещу в предвкушении. Есть ли этот шестерномикон хоть наполовину настолько могущественный, как вы говорите? Как вы можете даже думать о том, чтобы с его помощью манипулировать стихиями? Как жаль, что старые школьные идеи, кажется, тебя не отпускают. Коперника, я приглашаю тебя стать частью революции. Ведь даже сдерживая себя, ты легко одолела мой замок. Отбрось страхи, дай мне руку и позволь вести тебя. Природа перерождается в огне. Я не могу, я не буду. Наше призвание заботится о благе многих. Вот чем должна заниматься алхимия. Я не пойду за вами по кривой дорожке мании величия. Ярлыки, ярлыки, ярлыки. Раз ты так хочешь остаться на стороне слабаков, то я преподам тебе урок, который ты запомнишь. Наконец-то! Аллилуйя! Нифига себе! Почти 12 тысяч жизней! Это можно сойти с ума. Вот это мы все заменяем, ничего полезного не выпадает. Можно, конечно, реген накинуть на нас, но... Ладно, пусть будет. Она ведь наверняка будет атаковать нас. Что это такое? Заморозила. Ладно. У меня еще остались персонажи. На сколько ходов она вот ее заморозила? На один, на два, на три. Ясно. Так. Ну давай, обычный ударчик. Выпад и еще один обычный ударчик. В принципе, неплохая комбинация. Тысячу мы уже вынесли. Да блин, он по всем стреляет, это не честно. Давай еще магию. Ладно. У него пять маны, он все, что-то закастует. Что-то не очень хорошее, я так подозреваю. Лед. Так, так, так. Ремонт. Ремонт. Ура! Это то, что нужно для комбы. Уравнитель. Нифига себе, что за бред, он все... Так, что сейчас произошло? Уравнитель и у всех стало 700, да? Но ведь неравное количество только у этих двух. А, то есть она уравняла его количество жизни, вот как у этой. 704. Это очень подло. Очень несправедливо. Чего ж себе она 700 не сделала? Глупая обезьяна. Хотя она нифига не обезьяна. Но. Зато можно понять, откуда у них такие безвкусные шапочки. Наверняка это была ее идея. Ну, пока справляемся вот этого толстяка бы отхилить. А это она за 5 мана закастовала уравнитель? В принципе, пусть сейчас кастует. Ничего страшного, в этом не вижу. Так. Ну, давай, брось на себя. И давай пулачком ударь. Так и быть. Да, уравнитель. Неудачник. Блин, я не хочу барьер кидать. Давай реген. Или сделать мне сначала щиты. Ну, в общем, ульта у него такая себе. Ничего особенного. Так. Я бы вот реген бросил. Ну ладно, эти карты пусть идут в расход. Пропускает ход. То есть, разыграет всего одну. Блин, он должен был одну карту разыграть. Это нечестно. Удар, 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 и реген уже пойдет. Отлично. Он достал вклиниваться, в мою очередь. Он не может просто ходить в свой ход. Обалдевший. Тут выпал еще реген. Ремонт я поэтому заменю. Заменю. И вот у меня потенциальная комба складывается. Половину я ему уже вынес. Практически. Он щит на себя накастовал. Он ему не поможет. Ну да, он только у того толстяка, считай, из жизни отнял. Остальные у меня на фулл хп. Его бы отхилить немножечко. Иммунитет. Иммунитет. Классный щит, блин. То есть, можно только магией ее сейчас пробить, что ли? Директрису эту глупую. То есть, она меняет барьеры, мне за этим следить надо? Сейчас у нее защита ото льда, или как? Сейчас посмотрим. Да. Пробил. А, вон! То есть, наносишь ей урон, она сразу делает новую защиту. То есть, надо как-то комбинировать. Что можно с этим поделать-то? Ну вот, один раз можно пробить вот так вот. Это будут разные атаки. Нет, это все телесный урон. Ну ладно. Первая прошла, остальные в молоко. Но сначала с боссами было сложнее сражаться. Сейчас уже полегче. Как и с остальными. Поэтому можно просто расслабляться. Вряд ли она здесь победит. Тут вообще без шансов. Конечно, я ее убивать, может, буду дольше. Но вот, молнию... Не-не-не-не-не. Удар кастуем. Молнию, удар. Ставит блок. Молния. Она не поменяла? То есть, она один раз только может... Менять свой глупый блок. Давай реген накинем. У меня там маны накопилось целая куча. Гонка. Так. Какой сейчас у нее иммунитет стоит? На урон? Телесный? Нет. Уравнитель. Ну, такой себе неудачник. Огонь. Потом... Вот это заменим. Потом молнии, удар. И щит наложим. Ладно. Чтобы щиты у всех были. Долго надо с ней сражаться? Холодом. Ну, давай вот так пробьем ей. Хотя в мане я сейчас не нуждаюсь. Ладно. Здесь можно забить на комбинации. Они ничего не дадут толкового. Нужно просто... Менять... Урон. Чтобы был физический и магический. Ну, давай кулачком. Пробей. Не-не-не. Пропускает ход. То есть... Она не смогла заменить барьер свой? Да блин. Ладно. Реген. И кулачком пусть ударит своим. Иммунитет. Ну, круто. Такими темпами можно и сдохнуть. Но у него у самой осталось очень мало жизней. Блин. Главное, чтобы она этого здравяка не замочила. Давай. Давай. Барьер. Поджог. Лед. Живи, толстяк. Осталось немного. Уравнитель. Уравнитель. Ладно. Ладно. Давай ждем. Выжигаем его. Так. Удар. Это мы заменим. Два удара и реген. Тюрьма времени. Огонь. Они же не сдохнуты у меня все. А то будет не особо прикольно. Ладно. Я должен, в принципе, сейчас замочить ее. Ну, вот. Уровни апнули себя. Повержена собственной ученицей, но ты все равно меня разочаровала. Простите, я... Хватит извиняться, ты меня победила и точка. Тем не менее, твое зашаренное сознание тебя сдерживает, а потому зрелище получилось так себе. Это не твоя истинная суть, Коперника, если бы ты только пустила страхи, которые тянут тебя вниз. Отпустила. Спой нам, птичка. Спой нам, птичка, дин-дон. Где этот мужик? С чего бы мне вам помогать, крошка? Вы неверно выбрали сторону. Мы разобьем армию бездны и найдем его с вашей помощью или без, так что можете... Не в моем стиле скулить, как побитая дворняга. Я уйду, но так, как сама этого хочу. Прощай, Коперника, не забывай меня. Подождите. Она телепортировалась? Черт возьми. Она следовала своим убеждениям до самого конца, или она себя замочила? Что это было? Кризис среднего возраста? Это было грустно. Она правда думала, что она была... Не знаю, станет ли тебе от этого легче, но я горжусь тобой. Она сама это сделала. С собой. Я знаю, я. Мы обязаны выяснить, что происходит и как с этим связан шестерномикон. Задолбало. Он гораздо опаснее, чем алхимики могут себе представить. Зачем каждый раз повторять его имя? Им это доставляет удовольствие. Если он попадет не в все руки, последствия будут катастрофическими не только для ботов, но и для всей биосферы. Вообще-то, место, где он сейчас находится, уже должно быть сильно загрязнено. Место хранения тайно. Как же мы найдем его без знаний твоей учительницы? Мы знаем, где он. Что не может быть? Там, откуда мы родом, о нем знает каждый дурак. Но даже с угасающей силой, за такое время энергия должна была существенно изменить местность. Но природа у нас отличается от других частей страны. Отличается, типа как в деревенской глуши. А что, похоже, что я играю на блалайке. Из-за таких вот неучей, как этот зеленый уволень, наш город прозвали проклятым, и, конечно, прозвище приклеилось. Но местный обычный народ, просто им больше нигде не нашлось места. Исключением друидов они те еще мошенники. Друиды никогда не интересовались их методами. Ох уж эти алхимики. Да, им кажется, что они там главные. Как же долго они говорят. Они расширяются и вроде бы захватывают как можно больше земли для своих грязных делишек. Если ты говоришь правду, тогда мы должны как можно скорее забрать его. Может, вы двое окажете нам любезность и покажете дорогу. Ну, нам все равно нужно сбыть последнюю добычу. Ладно, следуйте за нами, не отставайте. Растущий отряд героев решил отправиться в проклятый город. Идем. Я вас не забуду, профессор. Карта новая. После встречи, оставившей горький осадок, компания направляется на восток в город проклятых, чтобы извлечь из глубины времен темный артефакт. Акт третий. Тьма наступает. Они уже путешествуют с этой продавщицей? Дальше я вас не повезу. Значит, как въезжать по крутым лестницам в винтовых башнях и прорываться сквозь запертые ворота, это вы можете. Внезапно оказаться на другой стороне непреодолимой пропасти не проблема. Но подвезти нас поближе к городу никак. После ухабистой дороги моему фургончику нужен отдых. Ой, бедненький фургончик, пусть его колесики отдохнут. Мы можем же поторговать, сотворить карты, дуэль, провоцирует одного врага и снижает силу врага. Ладно. Сделаем. Ячейка пуста. О, что это? Повышает одному союзнику урон льдом и грозой. Всё, валим. Ничего у нас здесь нет. О, наконец-то новый враг. Ладно, пришлось перезайти в игру. Можно накинуть на него вот эти карты. Хотя мне не помешал бы щит. Но я думаю, что я их быстро убью такими темпами. Если мне будут хорошие карты выпадать. Я не хочу щит накладывать. Блин. Ладно, давай. Посмотрим. К чему это приведёт. Но лучше бы мне падали карты на урон. Вот, отлично. От этого он, в принципе, должен сдохнуть. Ещё щиты наложим. Да, отъехал в мир иной. Виск. Всё. Они влипли. Я надеюсь, этого хватит. Если нет, то... Подождёт. Следующим ходом его убью. Ну, хватило. Так. Ремонт. Реген. Ну, по сути, ремонт и не нужен. А есть другие карты? Ладно, можно его... Или... Отхилить. Например, её... Ударить и добить. Всё, так будет правильнее. Можно пойти вниз, можно пойти наверх. Также можно отхилиться, но... Не знаю. Мне это пока ни к чему. Эта дорожка ведёт куда-то вон туда направо. Ладно, схожу вниз. Или нет. Надо посмотреть, что здесь есть. Тут два пути, ладно. Тут один. Здесь лежит рыцарь Бензенимум. Щедрый благодетель города. Дальше стёрлось. Я не могу разобрать ни название города, ни даты. Должно быть, тут было настоящее название проклятого города. Это было давным-давно. Никто уже не помнит настоящее название. Тут что, лаперинты какие-то? Ладно, давай драться. Здоровяк. Заменим эту карту... Вот эту... Вот эту... Блин, везде нужна Амана. Может мне удастся его вывести из строя. Давай, давай. Блин. Пусть он среднюю атакует. Ясно. Ясно, ясно, ясно. Заменим кулачок вот этот. Отлично. Он задолбал её бить уже. Сейчас он за всё заплатит. Гнев. Слабовато. Можно щиты обновить. Ну ладно, так и сделаем. Почему бы и нет? Он себе реген дал. И он хилит на 200. Нифига себе. Не-не-не. Сначала таран, потом удар кулачком и реген. Вот так. Он думает, что избранный, и только у него есть реген. Ничего. Сейчас перебьём его. Куча урона. Блин, он вот щиты сбивает одним ударом. Это вообще справедливо. Всё, он сдох. Е-е. Так, вот здесь есть переход, и... Можно пойти вот сюда в сторону. Пути, наверное, должны где-то пересекаться мои. Вот куда меня это выведет. Так. Обошли наверх. Да, вот. Это соединяется, значит, надо туда сходить, посмотреть, что там. Даже не ударило. Блин, везде нужна мана. Серьёзно. Ладно. Пусть будет вот так. Во всяком случае, ему будет больно. Конечно, лучше бы было, если бы это была комбинация. А пусть льдом ударит. Чтобы того тоже зацепило. Блин, две карты придётся, наверное, использовать. Или можно одну вот такую кинуть. Хотя, возможно, лучше бы я две таких кинул. Потому что у той всё равно урон больше получается. Так, можно что-нибудь другое? Ну, такое себе. Две жизни у него осталось. Две. Ладно, я в себе уверен, да. Ещё и кританула. Это ещё кто? Новые враги. Были бы они ещё разными. Было бы супер. Ясно. Два регена. Я надеюсь, они не стакаются. Но мы его всё равно перебьём. Так... Вот это лишнее. Мана мне не хватит, чтобы всё это выполнить. Но, может, он неплохо горел бы. Ладно, накинем регены. Два кулачка. Удар молний. Удар молний. Лёд. Ну и пусть горит потом. Посмотрим. Слабости нет. А, вот огонь. Но я почему-то так и думал. Он выжил. Серьёзно. Вот он, урод. Ладно. Надеюсь, ему одной карты хватит. Да. Вторая была на всякий случай в него направлена. Так. Надо бы что-нибудь заменить. Может, ремонт... Повезло. Сдохнет. Сдохнет. Так, вот это нужный переход. Да, тут сундук. Нейтрализует все полезные эффекты у одного врага и дважды наносит врагу 220% телесного урона. Но это стоит 4 мана. Так. И, по сути, у меня остаётся одна дорога. Ладно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok